всем привет с вами дмитрий михайлов мы на очередном объекте перед вами штроба то 50 на 270 стандартной прямоугольной кирпичная кладка сейчас скажу предысторию как я здесь оказался на этом объекте я уже третий монтажник один из монтажников был из этого магазина где продавалась эта печка и второй монтажник это печник с которым я работаю на протяжении многих лет этот штаба изначально ее не было из был сделан выход вот на этот вот размер здесь кирпичная кладка заканчивалась когда первый монтажник приехал от магазина где продавалась печка он сказал полностью расстрабить вверх и дальше он приступит к работе заказчик конечно расстрабил сам не знаю по какой причине обычно это делают сами монтажники ну как бы не было работа была сделана после того как он сделал штробу он просто уехал сказал что у него не получается и все больше на этом объекте его не появлялась заказчики устали ждать вызвали второго печника тоже по рекомендациям но он долго не думая сразу не набрал потому что здесь очень высокая крыша и я приехал все оценил сразу спросил что это за штроба изначально задумывалась первым монтажником что он будет закидывать трубу снизу вверх ну кто знает что такое толщина 1 миллиметр на овалах даже 100 на 200 а здесь высота около 12 метров трубы вручную это все через низ загнать ну одно лишнее движение пальцев вас просто не будет в этом ни в коем случае делать нельзя вы можете если толщину 0 пятку загнать да там вот напереть два человека можно 11 12 метров но не единицу с единицы такие фокусы могут не пройти можете лишиться своего здоровья и конечности поэтому здесь загильзовка будет проходить сверху только сверху через специальное оборудование по-другому никак для безопасности что я буду делать поставлю здесь два тройника один тройник и второй тройник передо мной которые монтажники были они горят не надо здесь ставить второй тройник репи один тройник по словам заказчика снова же печку просто будем отодвигать для того чтобы прочистить канал то есть вы представляете у вас стоит печка килограмм 130 вы ее должны отодвинуть для того чтобы прочистить дымоход отодвигаете плитка стоит то есть плитка соответственно возможно будет царапаться это раз и во вторых это большие неудобства как это отодвинуть ну давайте трактор двигать каждый раз перед тем как его завести поэтому это не есть хорошо это снова же мое мнение я считаю что это правильно поэтому я поставлю один тройник для подключения котлу а второй тройник как есть возможность я выведу его вот в эту комнату заказчиками я согласовал это комната отдыха обычная гостевая когда здесь будет прочистка на их не напрягает второй вопрос захотят ли они ее спрятать или нет здесь еще с ними согласую прочистка будет вы сюда выходить скорее всего просто 150 диаметр кругленько немножко печки хочу добавить что инструкцию него приехала только вот такая на русском ни слова нету но производитель color модель как пишет g2 schwarz серпентина это модель от черного цвета и здесь как я понимаю не ведет только магнезит плита только магнезит довольно интересно красивый объем топки него большой есть такой вот аквариум сейчас вам на улицу подойду и покажу по какой причине вообще мы здесь оказались сейчас поднялся ветер довольно сильно посмотрим если поднимется больше там 15 метров в секунду вопрос станет о работе вообще но не о том смотрите вот этот пристройка такой козырек сделан навес и метраж то есть здесь у нас получается 10 метров выхода на кровлю нигде нет это первая причина когда заказчики вернее когда монтажники отказываются от работы потому что у них нету просто оборудование не способны сделать монтаж еще раз повторяю перед тем как кого-то нанять на работу проверьте их работ какие они работы делают потому что если они работают на высоте там четырех пяти метров и дальше они выходят но извините что это за опыт у монтажника будет когда на таких высотах работают о чем-то судить можно что опыт у монтажника будет небольшой все я начинаю работать лестницы постараемся выстоять если все получится мы сегодня закончим но снова мы зависимого от подводных условиях сейчас потому что очень большой ветер дует уже немножко про трубу которую будем монтировать это овальные ставки 100 на 200 толщиной 1 миллиметр марка стали будет используется 430 на раструбном соединении все стоит с раструбом внизу и ровная часть вверху через кантик то есть случае подрезки если какой-то надо обрезается вот эта часть смела и в любом месте застыковывать когда нету раз труба то могут быть проблемы разные производители просто могут делать овал под конусом если у вас овал стоит под конусом то при все там подрезка никакая у вас не получится или получится буквально на 10-15 сантиметров так дальше будет два тройника вот один тройник и второй тройник для прочистки вот это вот будет ставка стоять сюда вот ставочка это из шахты будет на них хватает я точно для того чтобы она вышла из шахты берется 25 сантиметров сюда ставится и сюда тоже самое для выхода на котел вот такой вот сборник конденсата отличный сборник мне нравится он провалено полностью герметичный со всех сторон здесь провалено то есть эти вещи никогда не отвалится потому что у меня точечная сварка бывает некоторые производители делают очень качественно лишь бы сделать сборник овальный просто ставят на пару точек а здесь внутрь заливает герметика нет ерунда не стоит герметик выходит рано или поздно из строя и могут возникнуть проблема когда у вас все это стоит на нижнем сборнике господи не дай бог разобрать снова дымоход крепление вот такие будут стоять в кирпичной шахте обязательно я их делаю и наверху с покажу вам верху вот такое вот кольцо уплотнения для того чтобы труба когда выходит сюда проложить еще дополнительно герметик чтобы плотно зажала не было никаких подтеканий а также еще будет стоять грибок на 200 так называемая шапка наполеона вот таким вот образом она выглядит здесь обязательно заклепочки надо поставить не забываем обязательно поставлю все заклепки здесь здесь для того чтобы грибок просто не развалился здесь примеров нету на этом участке что довольно нового показать очень много да вы едете можете обратить внимание когда вот эти вот шляпки отдельно грибок отдельный только усы такие вот торчат это говорит о том что монтажник без опыта просто по сделал лишь бы здесь все еще такая вот ставочка будет обратите внимание она идет без кантика кантики не прокатываю бывают такие объекты потому что если делать подрезку вот у меня стандартно идет с кантиком если вам надо подрезать там два-три сантиметра буквально то попадаете туда в кантик понимаете если вы попали в кантик то все остыковку один сантиметр для твердотопливного котла это никуда не катится для любого котла не только твердотопливного нельзя поэтому я делаю я могу в любом месте теперь ее отрезать и спокойно поставить если будет кантика я туда ограничен но об этом надо предусматривать конечно все не предупреждаешься дается с опытом это тот минимум который будет использоваться на этом объекте печка используется не часто это дополнительное отопление поэтому четыреста тридцаткой но только миллиметров к она будет стоять никаких проблем почему не 0 пятка объясняю если загорится сажа 0 пятка просто у вас раскрутится и дымоход можете выбрасывать один-два раза возгорание выдержит на третье она просто выйдет из строй потом ни в коем случае никую 0 пятку четыреста тридцатку в шахту не ставить не знаю где себя 444 но это вся четырехсотая марка поэтому я сомневаюсь что 0 пятка здесь уместно поэтому только миллиметров к сейчас я залез на крышу подготавливаем еще одну лестницу для ската удобно работать вот перед вами классический грибок кирпичная шахта и профилем профильным листом она отделана сожалению не утеплена для тех кто еще строить дома желательно от этих местах холодный утеплять чердак и кирпичный шахт у вас меньше конденсата будет поэтому здесь вот вентиляция выходит видим да вот это под камин для того чтобы не было на задувание обратного мы сейчас сделаем отверстие вот в этом месте выведем овальной трубой наружу и у здесь нас будет еще сантиметров 25 выходить трубы обязательно необходимо сделать если у вас есть вентиляция а если у вас нет вентиляции снова же и вы хотели захотели оставить дымоход вернее колпак дымохода нетронутым без отверстия только ни в коем случае из профлиста такие вещи не делаются ставится нержавейка можете у меня на видео посмотреть как мы можем сделать грибок для камина либо там грибок смотрите уже по отзывам я не помню по запросам и правильный грибок для камина здесь вот ставится нержавейка дополнительно я как служит как отбойник на наружу у вас это потемнение если вы поставите просто обычной нержавейки и сажа загорится то у вас здесь вот на нержавейке будет потемнение поэтому мы делаем два места грубо говоря профильный остается и второй нержавейка вы здесь тогда вы можете оставить основу должны понимать что если вы его оставляете того здесь все равно будут какие-то потеки эти и они могут идти вот на вот эти вот профлисты чтобы этого не было желательно выводить наружу самый лучший вариант ставить без грибка здесь мы на этом объекте поставим грибок заказчика мы согласовали очередной раз я это повторяю для того чтобы редко будет топиться камин это не основное топление дома это дополнительная просто печь камин побаловаться если вы используете свои твердотопливный агрегат для постоянного использования покупали его верни для постоянного использования обязательно выводите за общий грибок 1 и во вторых не ставьте никаких грибков пусть дым выходит наружу нам будет выходить наружу у вас здесь вот будет все чисто когда вы ставите грибок тот грибка тоже отбивает и капает вот сюда количество это но одному богу известно какое будет но не ставьте это мой вам совет и для тяги это лучше и для материалов которые здесь граничит все мы приступаем к работе сегодня второй день ветер немножко стихну после обеда снова поднимется поэтому приехали сегодня пораньше в 8 30 утра мы уже на объекте работаем что до обеда нам надо закончить 12 часов снова обещает бурю приступаем закончили монтаж дымохода на кровле вот так моя конструкция выглядит вот овальная труба вышла из шахты здесь еще мы наращивали 80 сантиметров все теперь когда дым будет выходить сюда ничего попадать не будет и не будет у вас никакой неприятных запахах вентиляции но обязательно выводите твердотопливный котел за общий грибок если у вас одна шахта по два канала здесь обязательно мы ставим кольцо уплотнения под кольцом уплотнения еще герметик здесь не видно его вам здесь я покажу ветер поднялся как я вам и говорил очень сильно поэтому спускаемся заканчиваем до обеда немножко затянули даже вот герметик внутри стороны он видит кольцо уплотнения обязательно ставьте и грибок заклепки не ленитесь сверлите стать из нержавеечки заклепки 304 316 что у вас есть продажи и все и не будет у вас проблем потому что этот грибок в любой момент может сорвать при высоких ветрах и лезть потом на крышу это неприятно особенно если это такие вот высокие объекты немножечко до отойдем от темы чтобы понимали как работаем еще обратите внимание овальные трубы у вальных труб есть такое понятие что такое вертолет вот это вот центр если вы посмотрите видите труба пошла по диагонали вот это называется вертолет на состыковки большого метража на 5 на 6 метрах вы можете его не почувствовать но вот за 8 метров когда начинается 8 10 15 метров этот вертолет очень заметит потому что на каждой трубе есть погрешность и она чем выше тем ее чем те тем выше тем она больше поэтому чтобы уйти от вертолета что была труба ровно можете ставить переход с овала на круг но снова же если вы монтажник подписан на мой канал обязательно вас прошу согласовывать эти моменты с клиентом на этом объекте я согласовал что здесь будет овальная труба без перехода на круг но когда здесь шахты еще а у нее обратите внимание есть зазор слева и справа если это идет я немножко еще развернул эту трубу но если у вас будет труба притык притык в шахту идти то вы с вертолетом с этим ничего не сделаете и выскочит эта труба может не вот так как сейчас да а вообще ее может развернуть вот таким вот образом поэтому на больших диаметрах овальной трубы лучше делать переход перед грибком внизу с овала на круг тогда вы аккуратненько кругом уходите у вас все четко по уровню будет стоять такие моменты при монтаже надо учитывать все сейчас мы спустимся вниз и покажу как мы сделали внизу отключение к самому дымоходу очень вам а также дымохода так это выглядит вся конструкция если я отойду в сторону внизу стоит прочистной карман выход идет патрубок 150 диаметра для печи камина подключение сразу разметочку сделал 99 сантиметров и пищи центр 99 сантиметров печь color напоминаю еще раз у нее патрубок центр осевой вот выхода заднего подключения будет меня есть верхнее подключение и задней довольно интересная печь здесь на подачу воздуха тоже есть клапан поставили сборник конденсата внизу сюда заглушка затянется этот элемент криво висит но не обвисуйте как бы я за уровнем не следил иногда невозможно поставить крепление ровно то в шахте почему невозможно потому что мы тройник один развернули в другую сторону и здесь отверстие расстояние очень ограничен напоминаю миллиметровка здесь вот этот тройник 304 один миллиметр толщиной проварены то есть вы эту систему грубо хоронить поэтому чтобы не возникало каких-то вопросов я тоже спокойно поэтому монтирую только такие вот сборники бывают еще другого варианта сборника но о них я позже расскажу либо уже рассказывал здесь именно будет так патрубок пошел для подключения котлу десятка здесь еще одно купление стоит это крепление объясняю на ней разгрузочная то что у вас стояк из дымоходов давит сверху вниз разгрузка служит вот этот нижний сегмент эти крепления для того чтобы отцентровать трубу и влево вправо движение когда вы будете открывать прочистку которую сейчас вернем того чтобы тройник не выдвигала все и метраж пошел обязательно я здесь герметик ставлю и система собирается по конденсату соберете система не по конденсату у вас будет большая большая беда потому что конденсат потечет весь вот по наружке здесь потечет как вы будете проблем потом решать крем все просто печки не будете пользоваться поэтому собирается по конденсату спите спокойно и вот так выглядит другой стороны соглушечка остается спокойно прочистили канал не очень интересно потому что перед этим этажом которые были они предлагали просто двигать спечку если не жалко напишите комментарии если есть желание как лучше сделать по вашему мнению таким вот образом когда печка будет стоять на месте никто и не будет выдергивать либо поставить просто подвесить один тройник здесь и печку каждый раз выдвигать для того чтобы добраться туда и почистить и либо если птица упала тоже когда-то двигать печку и почистить печка по-моему в районе ну за 100 килограмм она точно весит я думаю килограмм 150 то есть вес довольно большой мне очень интересно напишите мне в комментариях как вы за сборку за эту через два тройника классическую либо через один тройник еще почему один тройник могли предлагать объясняю дополнительно этот тройник стоит еще денег плюс заглушка стоит денег поэтому и чтобы заказчиков не пугать люди бывает не считает еще по дымоходам и часто не спрашивают какую нержавейку поставить если это печь камин либо камин который используется как дополнительное отопление для теплового агрегата ставьте 430 к 1 миллиметр от начала и до конца не 0 пятку а именно 400 марки но снова же я использую 430 за все марки не будут стали говорить и ни в коем случае как я имел опыт работы на рынке довольно долги как продает на рынке как продает объявление выставляют миллиметровку два метра остальное выгоняет 0 пятку так делать ни в коем случае нельзя объясняем миллиметровка до теоретически все хорошо здесь нагрузкой здесь идет и дальше то же самое пошел еще метр но но ребятка при возгорании сажа и и скручивать она выходит из строя то есть если вы хотите использовать 0 пятку тогда вы должны 1 3 месяца заглядывать дымоход и его очистить если вы этого не будете делать до никакой 0 пятки речь идти не может только толщина 1 миллиметр это если мы будем говорить по 430 а вот теперь если мы возьмем 304 марку он там вы можете использовать пару метров там два три метра единицу поставить на 4 тройники и поставили остальное все 0 пятка ну лучше 0 6 я сторонник того чтобы использовать 0 6 марку стали они 0 5 вот 300 марка 304 309 321 она будет стоять все остальные нет поэтому нельзя сравнить 430 марку с 300 маркой нельзя ни в коем случае поэтому раньше когда был товар один с 300 марки все продавалось поставили миллиметр и остальное 0 пятка да там это проходил но потом когда начали уже удешевлять системы то же самое весь этот опыт многие монтажники перри несли на 430 этот вариант не проходит поверьте я когда на рынке работал мне приносили трубу 0 пятку которая вышла из строя течение одного года потому что дымоход не чистился загрязнялся сажей сырыми дровами топили и все попробуйте потом достать 430 да не дай бог вообще любую марку стали достать из дымохода это надо расштрабиться это очень много вопросов возникает очень много особенно когда уже отделка сделана поэтому не хотите дымоход если кратковременного нагрева печки 430 кон только в одном миллиметре если либо 441 помощи если 439 за но в одном миллиметре но если вы используете постоянно для отопления то ставьте 304 316 321 либо самый лучший вариант для твердачи это 309 марка стали 309 310 этой марка стали она у меня появилась в продаже я могу ее продать но снова же на две недели под заказ идет все с вами был дмитрий михайлов всем хорошего настроения заказ все у нас монтаж дымоходов как раз у нас дымоходы звоните советуйтесь подскажу но снова же я не работаю так чтобы лишь бы сделать я только за качество а качество нельзя обеспечить дешевыми материалами а и и и и